Древние копии Где-то средние, ну маловато конечно, да, вот даже Юлия Цезаря мы знаем по 10 копиям, да, и практически все, большую часть того, что мы знаем об этом периоде, мы черпаем из его воспоминаний, они объективны, они достоверны и так далее, и так далее. Вот 10, 15 копий, 7, ну где-то так средние. 643 копии, только Гомера Ваилиада, бьет все рекорды, да, это великое исключение из правила. А теперь посмотрим на наш с вами Новый Завет. Написан он был, как вы помните, в течение первого столетия, второй половины первого столетия, и до середины 15 столетия переписывался от руки. Сколько же копий этого документа дошло до нас за этот же период? Помните, там было 7, 10, 20, да, 600, это вроде как много. Новый Завет дошел до нас в количестве 24 633 копий, да, если историки что-нибудь знают достоверно, вот этот документ они знают достовернее всего. Он подтвержден самым большим, на два порядка больше, чем любой другой древний источник. Если кто-нибудь хорошо разбирается в древних рукописях, то это, конечно, директор Британского музея, сэр Фредер Кенниан, пишет. Ученые вполне удовлетворены основными достоверными дошедшими до нас текстами великих писателей Греции и Рима. Сафолков, Укидида, Цицерона, Пердивия. Хотя наши знания о их трудах покоятся на горстке рукописей, тогда как манускрипты Нового Завета исчисляются сотнями и даже тысячами. И наш с вами современник и соотечественник не без уронии замечает Отец Александр Мей. Скудость источников обычно не мешает создавать в жизни описания великих людей, о которых сохранилось куда меньше достоверных данных. И что печальнее всего, что многие из этих открытий уже известны десятилетия назад. А на исторических факультетах университетов продолжают циркулировать мифы о том, что Лука якобы неправильно описал крестную казнь Христа. Он ее якобы описал так, как казнили в Иудее не в первом столетии, а в конце второго века. Гвозди, дескать, были дороги в первом веке, поэтому распинаемых на кресте привязывали веревками ко кресту, а подешевели гвозди только к концу второго века. Да, и вот тогда-то стали казнить уже вот так, как Лука писал. А значит, если он описывает практику второго столетия, значит он и жил во втором столетии, и грош ему цена, как историку, и участнику, и свидетелю событий. И это несмотря на то, что археология совершила вот это вот неаппетитное открытие уже 40 с лишним лет назад. Сейчас я постараюсь объяснить, что это такое. Квости, лодыжки, ступни, распятого. Археологические находки подтверждают внешние независимые свидетельства, подтверждают историческую подлинность Нового Завета. Ну и на дорожку давайте коротенький экзамен, который из двух заявлений и утверждений истина. Первое. Библия истина уже потому, что я в нее верю. В нее верит церковь, в нее верит масса людей. Или я верю Библии, потому что она истина. Я надеюсь, что все выбрали второе. Правильно. Ну а почему же тогда это чудо не совершается на каждом шагу налево и направо? Может быть, чего-нибудь не хватает в этой красивой схеме? Ну-ка, давайте посмотрим. Может быть, не хватает чего-нибудь важного, существенного? Духа святого. Когда я провожу этот семинар, скажем так, в светской аудитории, где-то там в университете, в училище, в библиотеке, слышно вдох разочарования такой прокатывается по всему залу. Я такой, ну вот, так все было до сих пор исторично, логично, рационально. И на тебе, приехали, Дух Святой. А нельзя ли как-нибудь без Духа Святого? Спрашивают. Я говорю, а что же, можно? Можно. Некоторые вот полагают, что учение Христово так трудно исполнимо. Я говорю, нет, нисколько. Оно не трудно исполнимо. Его невозможно исполнить без Духа Святого. А вот свести его к очередной школе воспитания нравственности, к очередной школе воспитания доброй воли и так далее, и так далее, сколько угодно. Это возможно и без Духа Святого. Отношение с Богом это не восстанавливает. Смысл жизни, с которого мы начали, человек не находит в этом. А так вот, кто-то вот такое воспитывает в себе благое, да, это можно, это бывает, это происходит. И наоборот, с другой стороны, то есть, призывать человека, уговаривать человека, принять Христа Богом, спасителем своим, полагаясь на собственные силы и внутренние резервы, с нашей стороны, было бы жестоко. Это все равно, что человека с перебитыми ногами уговаривать пойти в больницу, где ему эти ноги вылечат. Он потому и не может туда пойти, что ему там должны вылечить. Наша воля, пораженная грехом, не способна принять это решение сама. Мы сами не можем. Мы зависим от Духа Святого. Духа Святого.